На выборах в Молдове победила проевропейская партия. Все подробности узнаем у моей коллеги Ирины Ромалийской, которая работает в Кишиневе. Ира, здравствуй. Расскажи, пожалуйста, как отреагировала Майя Санду и, может быть, ее соперники на результаты, которые объявил Центр избирком? Сейчас все расскажу. Тут очню только, что 27 и чуть больше набрал блок социалистов и коммунистов про российские силы. Но дело в том, что это же не окончательно еще. Вот все партии, которые не прошли, теперь их голоса будут разделены между этими людьми. То есть в итоге у Майя Санду будет не 55 условно мест в парламенте, их там всего 101, а еще выше. Они чуть-чуть не дотянули до конституционного большинства. И такого в Молдове давно не было. Дадон вышел на пресс-конференцию к журналистам, сказал, что признает победу. Майя Санду поздравила ее и не будет выводить людей на улицы. Майя Санду сказала, что надеется, что она сможет работать с большинством новым парламентским, в котором есть много честных людей. Спасибо большое. О результатах выборов в Молдове рассказывала моя коллега Ирина Ромалийская. К другим новостям. В парламенте Грузии подрались представители оппозиции и правящей партией «Грузинская мечта». Это произошло после того, как на седании прорвались журналисты и протестующие. Представители СМИ хотели получить от властей комментарии по поводу смерти оператора телеканала «Пирвели». Напомню, Лексо Лошкарава был жестоко избит на прошлой неделе. Он вместе с коллегами освещал марш достоинства в Тбилиси, который в итоге не состоялся. Акции помешали ультраправые активисты, и противники ЛГБТ-сообществ напали в том числе на журналистов. Лошкарава получила тогда переломы костей лица, его прооперировали в больнице и выписали в удовлетворительном состоянии, а через несколько дней нашли мертвым в квартире. Депутаты от оппозиции сегодня вывесили на трибуне флаги Грузии и Евросоюза и потребовали отставки правительства. В итоге пленарное заседание парламента было сорвано в фойе здания. Произошли потасовки между журналистами и охраной, а перед зданием парламента продолжается митинг. К другим новостям. Литва отказалась выдавать Беларуси лидера оппозиции Светлану Тихановскую. Ранее официальный Минск обращался с таким запросом к Вильнюсу. На родине против Тихановской расследуют уголовные дела об организации массовых беспорядков и о подготовке захвата государственных зданий. Генпрокурор Беларуси считает отказ Литвы необоснованным. Андрей Швет отметил, что в отличие от Евросоюза, Россия практически всегда выдает Минску обвиняемых по политическим статьям. Однако в Литве ранее говорили, что не отправят в Беларусь никого, кто может стать жертвой политического преследования. Сама Тихановская обвинение отрицает. Говорит, что вернется в Беларусь, как только почувствует, что там безопасно. Сейчас политик живет в Вильнюсе. Она вынуждена покинула страну сразу после президентских выборов. Тихановская говорит, что власти угрожали ей и ее детям. Между тем, глава МИД Литвы предложил европейским дипломатам принять пятый пакет санкций против Минска. Меры должны стать реакцией на отказ Беларуси контролировать поток нелегальных мигрантов. Решение о контроле на границах, напомню, принял Александр Лукашенко. И с января Литва задержала на границе с Беларусью более 1700 беженцев. Это в 20 раз больше, чем за весь прошлый год. На этом фоне Литва решила отгородиться от Беларуси стеной. А охрану своих границ также усилили Латвия и Польша. Самый важный вопрос для моей страны сегодня – это беспрецедентные миграционные потоки, которые достигают моей страны из-за действий белорусских властей. Для Литвы это беспрецедентно, но для Европы это не первый раз, когда беженцев используют как политическое оружие. Поэтому я поговорю с моими коллегами, чтобы у Европейского Союза была общая стратегия того, как бороться с подобного рода политическими или гибридными угрозами. Илья Яшин ушел с поста главы Красносельского района Москвы из-за давления властей. Об этом политик сообщил у себя в Фейсбуке. По словам Яшина, после того, как его не допустили до выборов в Мосгордуму, прокуратура начала бесконечные проверки округа. Это цитата. Он считает, что целью властей была парализовать работу муниципалитета. Яшин решил сложить с себя полномочия главы, но останется муниципальным депутатом. Он был избран на эту должность в 2017 году. После этого Яшин дважды выдвергался на выборы в Мосгордуму, но оба раза его не зарегистрировали кандидатом. В этот раз Яшина не допустили к выборам, сославшись на его связь со структурами Алексея Навального. В начале лета фонд борьбы с коррупцией был признан экстремистским, и людям, которые связаны с деятельностью ФБК, на несколько лет запретили участвовать в выборах. Италия стала чемпионом Европы по футболу. В финале они обыграли сборную Англии в серии пенальти. Матч проходил на стадионе Уэмбли в Лондоне и начался с быстрого гола англичан. Отличился Люк Шоу. Во втором тайме Италия сравняла. После углового забил Леонардо Банучи. Матч перешел в серию пенальти. Там промахнулись сразу три игрока сборной Англии. Все трое при этом вышли на замену специально перед серией пенальти, а последним наносил удар 19-летний Бакайо Сака. Италия выиграла Евро во второй раз в истории, но предыдущий титул команда брала аж в 68-м году. 53 года с тех пор прошло. Лучшим игроком этого турнира стал вратарь итальянской сборной Джан-Луиджо Донарумо, а лучшим бомбардиром португалец Криштиану Роналду. Парни отдали все, что могли. Не только сегодня, но и за весь турнир. Ребята собрались и подарили болельщикам несколько незабываемых вечеров. Конечно, обидно быть так близко к победе и не взять трофей, который вся страна так сильно ждала. Можете представить, что сейчас происходит в раздевалке. Мне жаль англичан, но кубок полетит в Рим. Итальянцы по всему миру смогут насладиться этой победой. Мы говорили с самого первого дня. Мы верили, что сможем выиграть ради них. Совершенно справедливо, что Италия сегодня будет праздновать. На Кубе прошли крупнейшие протесты за 30 лет. Тысячи человек вышли на улицы в десятках городов. Они недовольны тем, как власти справляются с коронавирусом. Куба легко перенесла первую и вторую волну пандемии. Но с июля в стране резкий рост числа заразившихся. Вчера там зафиксировали рекордное число заболевших за сутки – почти 7 тысяч. На фоне пандемии и закрытых границ в стране обострился экономический кризис. Люди недовольны ухудшением ситуации в стране. Они требуют экономических и политических свобод, а также отставки властей. Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что митинги организованы кубинско-американской мафией. Он обвинил протестующих в подготовке вторжения в страну и призвал коммунистов противостоять митингам. В последний раз кубинцы выходили на улицы в 1994-м. Тогда протесты прошли только в столице – Гаване – и были быстро подавлены. Однако вскоре после этого власти Кубы отказались от контроля прибрежных вод и позволили сотням тысяч жителей покинуть страну, большинство из которых направились в итоге в Соединенный Штат. Миллиардер Ричард Брэнсон совершил успешный полет в космос на собственном ракетоплане. Помимо Брэнсона на борту находились еще два пилота и три пассажира. Корабль вышел на высоту в 80 километров. Это было так называемое суборбитальное пространство, где небо уже становится черным. Несколько минут все участники полета провели в невесомости, и после этого ракетоплан вернулся на Землю. Брэнсон – основатель компании Virgin Galactic. С 2014 года он работал над идеей космического туризма, и первый коммерческий полет его компании запланирован уже на следующий год. Брэнсон говорил, что хотел лично пережить этот опыт, поэтому и отправился в космос. Но кроме того, он опередил своего конкурента в индустрии космического туризма Джефф Безос, самый богатый человек в мире, основатель Амазон. Он должен совершить свой суборбитальный полет всего через 9 дней, 20 июля. На этом все. Меня зовут Егор Максимов. Я с вами прощаюсь. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин